Уже не первый год ребят, жителей Малорицкого района, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, с самым любимым праздником поздравляют представители Государственного комитета судебных экспертиз Побресской области. В этот раз встреча получилась выездной. Эксперты решили познакомить своих подопечных с главным детским волшебником Дедом Морозом. Обычно Дед Мороз приезжал к ним в гости, но в этот раз мы решили, что очень хорошо, если они сами приедут к Деду Морозу. И когда мы видим их улыбки, потому что в беседе с Дедом Морозом мы увидели, что они смогли загадать свои желания, пообщаться, посмотреть город, пущу саму. И вот эти позитивные эмоции, эта отдача, она, конечно, дает свой положительный результат. Своеобразное шефство над малышами, которые прикреплены к ландской амбулатории, эксперты взяли еще в самый первый год своей работой. И с тех пор традиции не изменяют. В канун Нового года мальчики и девочки оказываются в центре их повышенного внимания. И юные берестейцы, их близкие признаются, что эмоций, которыми они заряжаются на подобных мероприятиях, хватает надолго. Почти до следующей новогодней рождественской поры. Спасибо большое, что не оставляет наших деток, наши детки больные. Дай бог всем здоровья и, конечно, побольше таких поездок. Первый раз мы сюда приехали, благодаря спонсорам, потому что сами навряд ли выбрались. Семья многодетная, дома еще маленький ребенок остался. Но он настолько очень уверен в этом, в реальности, что Дед Мороз с желанием много назагадывал из всего. Он очень доволен, впечатления у него хорошие. Экскурсия в Беловежскую пущу в резиденцию Деда Мороза и его помощников точно запомнится участникам этой поездки на всю жизнь. Тем более, что согласно царящим на территорию усадьбы порядком, желания, загаданные здесь, непременно сбываются. А это значит, что будет повод еще раз наведаться в эти края, рассказать о том, что волшебство все-таки есть. Особенно в новогоднюю пору его просто не может не быть. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.